Фактор сезонности Сочи преодолел три года назад. Тогда курорт превысил рекорды советских времен и официально получил статус круглогодичного. И сегодня загрузка местных здравниц не ниже 70%, а то и больше, как, например, у санатория «Золотой колос». В летний период, имея 300 современных номеров, у нас проживает не менее 90% гостей. В межсезонье мы стараемся поддерживаться этой цифрой, что у нас в принципе и получается. На сегодняшний день проживает у нас более 500 человек, которые получаются санатория на курортное лечение. Мы активно работаем по привлечению наших гостей, начиная от высокого уровня проживания и лечения. И также мы участвуем в различных программах, таких как «Открытый юг», «Южная здравница». И тем не менее, основным в Сочи считается летний курортный сезон. Это основное время отпусков и школьных каникул. Поэтому и работу над повышением качества услуг необходимо продолжать, подчеркивает глава города. Я понимаю, что мы самые передовые, самые лучшие в стране по качеству пляжных услуг. Но резервы у нас есть. И голубые флаги у нас должны быть не в шести наших пляжных территориях, а, наверное, более ста должно быть. И к этому нам надо стремиться. Есть и старая, но забытая, я считаю, несправедливая программа оздоровления трудящихся. И у нас эта программа называется «Открытый юг за здоровьем в Сочи». Вот как в этом году у нас идет работа по этим программам оздоровления трудящихся. Мы собрали на территории города Сочи всех заместителей глав муниципальных образований Краснодарского края. И провели для них информационный тур по нашим объектам размещения. И презентовали программу «Открытый юг» и «В Сочи за здоровьем». Все руководители были в восторге от наших здравниц. Многие даже не бывали в них. Отзывы были только положительные. Или только с краем. Давайте по всем тем регионам, в которых мы бывали, давайте напишем письмо за моей подписью, где мы напомним, что были договоренности. И просим вас активизировать, руководителей трудовых коллективов, на выполнение наших договоренностей по программе «Открытый юг». Ну и последнее, я хотел бы спросить, как идут у нас дела с экспериментом по курортному сбору. И на какие деньги мы можем рассчитывать. И что мы сделаем для улучшения нашей курортной инфраструктуры за эти деньги уже к следующему сезону. Планируем заменить лавочки на набережных на более качественные кованые лавочки. Еще хотим установить беседки. То есть, по сути, это та же лавочка, но с теневым навесом, для того, чтобы можно было в течение солнечного дня на ней отдыхать. Ну и урны поменять. Помимо этого, хотим установить в каждом внутригородском районе фотозоны. Места притяжения для туристов. Также проанализировали наши пляжные территории. Есть места, куда необходимо добавить туалетные модули. Ну и основное мероприятие – это, конечно, замена покрытия велодорожки на Эмиритинской набережной. С июля по декабрь за счет курортного сбора муниципалитет планирует пополнить городскую казну на 37 миллионов рублей. На сегодняшний день собран уже 31 миллион. А впереди – горнолыжный сезон. И, согласно данным Ростуризма, бесспорное первое место среди запросов российских туристов на Новый год принадлежит Красной Поляне и Сочи в целом. Ольга Десятого, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова